А сейчас, я так полагаю, самое время поговорить о здоровом образе жизни, и для этого у нас прям идеальный гость. Ну а в гостях у нас сегодня Юрий Платицын, полномочный представитель Национального антинаркотического союза в Республике Крым. Ну что, у нас тема обсуждения сегодня такая, в принципе, выпил, упал, а дальше что делать? Вот всё из-за того, что сейчас вот собираются ввести, всё-таки возобновить практику медвотрезвителей. Скажите, пожалуйста, вот всё-таки насколько они нужны и к чему это может привести? Доброе утро. На самом деле инициатива такая есть и обсуждается на разных уровнях сейчас, как она будет реализовываться. Её дадут реализовывать, соответственно, регионы. И если смотреть на наш тёплый Крым, то здесь есть определённые особенности. Люди всё-таки любят выпить, но не любят засыпать ночью в нетрезвом состоянии. Если смотреть больше в плоскости практики, а не теории, то как это будет осуществляться? То есть просто так человека в отрезвитель не доставишь, ему нужно сначала освидетельствовать, посмотреть, нет ли у него каких-то болезней, проблем, заболеваний. Потому что вдруг... То есть сначала больницу ввести, да? Ну, конечно, любая царапина, она же должна быть зафиксирована. А вдруг у человека какая-то сейчас есть внутренняя травма, которая может потом привести к летальному исходу. Как потом будет система штрафа нахождения там выстраиваться? Это серьёзный вопрос. Это не просто так открыли заведение, разместили, поставили кое-каке места. Ну, это вообще серьёзный процесс. Смотрите, это же, во-первых, найти помещение заведения, найти специалистов, дать им определённое образование, чтобы они понимали, что необходимо делать. Потому что не все согласятся медики работать, во-первых, с такими людьми, мне кажется, да? Вот смотрите, кто в этом заинтересован? Медикам не очень, ну, мне кажется, в радость, так сказать, общаться с таким контингентом, а вот контингентом. И да этим людям, впрочем, вот недавно смотрели сюжет, Николай Уваров снимал и говорит, брал интервью мужчины и говорит, «Я праздновал свой день рождения, у меня было всё здорово, всё классно, шло как по маслу, душа от вина пела, всё было замечательно, но вот как раз-таки люди, ну, это были ещё в советские годы, не оценили вот моего концерта и решили, что мне нужно мой день рождения провести в таком вот помещении». Как вы лично относитесь? Ну, определённое давление на общество и такой элемент смирения, он всё равно будет, потому что даже сейчас ещё выпьешь, отправлю тебя в это извизе, как бы обычная обиходная фраза. Люди начнут на улицах себя контролировать в нетрезвом состоянии, пытаться сразу покинуть помещение, заведение, домой отправиться, лечь спать, для того, чтобы не создать прецеденты, чтобы оказаться в это извизите. Потому что кто хочет в это извизите? А насильно можно туда? Если человек будет в нетрезвом состоянии, правоохранительные органы увидят это, то, соответственно, он будет доставлен туда. Я вот буквально сегодня с утра смотрел видео, там, как раз-таки вот таких вот бойцов не с алкоголем, а бойцов, наоборот, на волне воодушевления таких вот увеселяющих напитков, боролись. И я думаю, ну, это люди, в первую очередь, ну, которые не роскошествуют от жизни, а вот денежку будет стоить определённую, да, чтобы их забрали, потому что это стоит, они же должны будут оплатить анализы, время пребывания. Кто оплачивает под местонахождение, да. Сколько это будет стоить? Опять нужно смотреть предыдущий опыт. В разные годы, даже на территории Российской Федерации, штрафы были разные. В зависимости от региона, это начиная от 50 рублей в южных регионах и заканчивая, там, двумя тысячами в северных регионах, потому что есть, как бы, определённые особенности региона. Если смотреть практику других стран, то существуют определённые отряды, общественные организации, которые человека в нетрезвом состоянии доставляют до дома, до квартиры, передают здравому, трезвому человеку, и за это получают определённую выгоду. Я слышал, вот, что это будет стоить, там, чуть ли не 5000 рублей, представляете, там, мужик выпил, хоп, четверть зарплаты, уже нету, жена дома ждёт. С одной стороны, это только в плюс обществу, потому что будет меньше таких людей на улице, они будут показывать неправильный пример подрастающему поколению, ну, и культура всё-таки, даже взаимоотношений, она очень сильно изменится. Но жизнь меняется, это не те в этоизвители, которые были раньше. Сейчас любой человек, любая личность юридически может отстоять свою правоту. Представьте, сколько будет жалоб, сколько будет скандалов на эту тему. То есть опять общество окунётся вот в какой-то элемент несправедливости. Представителям ГИБДД сейчас вешают камеры для того, чтобы не совершались правонарушения, не давали взятки. А что касается патрульных постовых служб, или любой правоохранитель, который заметит человек в методизмом состоянии, по сути, может стать соучастником этого преступления, когда там дал две тысячи и ушёл, пообещал, что ты поедешь на такси домой. Но это тоже определённые сложности. И над этими вопросами тоже нужно размышлять, смотреть, как это устранить. Как вы думаете, на каком вот сейчас этапе реализация такой идеи и вообще процента, ну, воплощения её в реальность? Лично моё мнение, что вот реализвители всё-таки появятся, но они появятся в определённой форме и не во всех регионах. Там, где это на самом деле нужно для дополнительного места лечения алкозависимых, оно появится. Как я понимаю, нам нужно, да? Нет, ну, действительно, Крым хоть и южная региона, нужно ли у нас применять такую практику? Ну, алкозависимых много. Людей, употребляющих алкоголь, если даже посмотрим сейчас на подрастающих поколений, далеко не надо ходить в центре Симферополя, на пешеходных зонах. Да, из-за этих не очень не трезвлений. Да, да, буквально вчера мы наблюдали такие картины, что молодёжь ходит в не трезвом состоянии с сигаретами. То есть правила нарушаются. Но в этоизвители не изменят проблему в целом. Потому что попав даже на сутки в это учреждение, заплатив штраф, человек не избавится и не поменяет свои модели поведения. То есть он не станет трезвым человеком, который живёт по другим уже правилам, по другим принципам. И для этого уже нужна система реабилитации. В реабилитационных центрах, как правило, курс реабилитации от 3 до 6 месяцев. Когда может психолог полноценно поработать, когда человек меняет свои привычки, когда он по-другому работает с целеполаганием, когда он вообще разбирается в жизни, понимает, что у него не так, но перенастраивает свою жизнь и дальше уже живёт согласно Трезвому. А какой процент случаев, когда удалось помочь людям, которые решили пройти реабилитацию? Потому что, я думаю, это не так-то просто повлияет на внутреннюю структуру человека. Ну, если взять Симферопольские реабилитационные центры, то за прошлый год было порядка 140 обращений, 78 человек прошли курс реабилитации. И сейчас живут в Трезвом. Это много? Это много, но это система. Это же не просто помещение человека в стационар, а это работа с родственниками, это психологическая помощь человеку, это последующее обучение и помощь в трудоустройстве. Потому что многие зависимые, они доходят до определённой грани, когда у него психологически идёт внутри понимание, что точка невозврата. Всё, я уже до своего дошёл, мне больше ничего не нужно. Но этого человека можно вернуть. Благодарим вас за ваши ответы. Действительно, очень интересная познавательная беседа. Будем надеяться, что крымчане и многие, которые услышали нас, как-то будут действовать, работать над своим образом жизни. А я уверен, когда дома тепло и уютно, есть желание там находиться, ну и, конечно же, не чудить по жизни.